В Хабаровске подведены итоги конкурса «Лучший двор, лучший подъезд». В этом году призовой фонд соревнования составил почти 500 тысяч рублей. Победители потратят деньги на благоустройство своих домов и территорий. В одной из номинаций среди товарищ-собственников жилья победу одержал подъезд дома номер 64 по улице Истомина. Вот на этой стене вы видите детские рисунки тех детей, которые участвуют в смотре конкурса детских рисунков. Здесь у нас бытовые помещения. Председателю ТСЖ Ладе Василенко есть что показать гостям дома. Здесь проживает много семей с детьми. Родители могут на время оставить своего ребенка в помещении у консьержа. В подъезде предусмотрена колясочная, где собственники могут оставить велосипеды и санки. В отличие от других высоток жильцы здесь не курят. Некоторые жильцы, которые были против, считали, что для комфорта можно и на лестнице покурить, не мешая другим собственникам. Но в основном все были едины, в основном основная масса жителей была единая. В том, что есть закон и надо его соблюдать. Так же, как надо соблюдать и другие законы, которые есть. В этом году в конкурсе «Лучший двор, лучший подъезд» претенденты на победу оценивались в семи номинациях. Жюри определяло победителя среди самых активных председателей Советов домов и ТСЖ. Награды получили собственники высоток за обустройство детских и спортивных площадок. Конкурс начинался буквально с двух-трех десятков желающих участвовать. Сегодня мы практически по предыдущему году имеем 143 заявки, в этом году 134 заявки. Конкурс «Лучший двор, лучший подъезд» проходит в 13-й раз. За это время участие в нем приняли более тысячи ТСЖ, Советов домов и жилищных организаций. Это четвертая часть жилого фонда города.